Амурский Крым. Корреспондент города 24 прогулялась по Первомайскому парку и узнала, за что его прозвали родственником полуострова. Месяц с переменами. Май внесет несколько интересных изменений в жизнь россиян. Подробнее о них расскажет наш традиционный дайджест. Невозможно забыть. В честь праздника вновь покажем, каким ярким стал экватор гуманитарной и экологической акции «Берегу город, Россию, мир». Об этих и других темах в ближайшие минуты расскажу вам я, Мария Селезнева. Здравствуйте! Вы смотрите праздничный выпуск новостей. Штрафы за балкон, переводы до миллиона без комиссии, пять кодов зарплатникам. Какие изменения вошли в жизнь россиян вместе с Маем, расскажем в нашем дайджесте. Новую выплату могут оформить родители почти 5 миллионов детей от 8 до 17 лет. Мера поддержки рассчитана на семьи, где средний доход на одного человека ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. Подать его можно на портале госуслуг в МФЦ или пенсионном фонде. Банк России скорректировал коды, которые проставляются в зарплатных расчетках физлицам. Их стало 5, тогда как ранее было всего 3. Доп-коды нужны, чтобы судебные приставы и банки знали, с каких выплат можно удержать средства по исполнительным листам. С 1 мая госслужащие могут проверить пожарную безопасность в многоквартирных домах. Так, если собственник квартиры остеклил или утеплил балкон без разрешения, его ждет штраф 5000 рублей. Выпишут его в том случае, если он выполнил подобные работы после 1 марта 2022 года или не устранил нарушения после первого предупреждения. Теперь россияне смогут переводить более крупные суммы без комиссии. Речь идет о системе быстрых платежей, которая позволяет отправлять деньги по номеру телефона без переплаты. Лимит увеличен с 600 тысяч до 1 миллиона рублей. А вы знаете, какое место в Благовещенске раньше называли Амурским Крымом? Первомайский парк. Правда, до революции он назывался садом Благовещенского общества велосипедистов и был гораздо популярнее городского парка. А еще о нем писали газеты Сибири и Дальнего Востока. Исторический экскурс подготовил наш корреспондент. Это одна из первых сохранившихся фотографий Первомайского парка. 1901 год. На заднем плане общественное здание, в котором находились сцены и буфет. Парку 6 лет и он называется сад Благовещенского общества велосипедистов. Чуть позже к нему присоединится Амурское отделение Всероссийского общества велосипедистов-туристов. Им выделят восточную часть парка ближе к Амуру. Дореволюционные газеты писали о том, что это Амурский Крым называли территорией. И по климату, по солнечным дням, и по виду, и по всем остальным вещам. Это было просто великолепно. Газеты и наши, и сибирские писали о том, что это лучший парк. Что не уступает никакому парку на территории Восточной Сибири, Дальнего Востока, нынешнего. Историк и спортсмен Сергей Кашупа написал диссертацию, две монографии, учебное пособие и статьи в энциклопедии «О становлении физкультуры и спорта в Преамурье». Историю Первомайского парка он знает на отлично. В конце 19-го, начале 20-го веков там играли в теннис, занимались французской борьбой, проходили не только вело, но и мотоциклетные гонки. А еще в парке ставили спектакли, давали балы-маскарады, мастер-классы о мыловарении и плетении канатов. Спустя время общественное пространство называлось парком водников. Первомайским он стал 12 апреля 1951 года. Первомайский парк, я помню, 57-58 годы. Я уже был тогда, ну, 14-15 лет. И больше-то Первомайский парк нас приманил, когда здесь стали проводить соревнования по футболу. Тогда парк и нынешний стадион «Юность» были одной территорией, вспоминает краевед Анатолий Рубцов. Еще будучи мальчишкой, он понял – футбол – игра всей жизни. Анатолий Васильевич до сих пор возглавляет футбольный клуб «Благовещенск». Сейчас парк детства обновляют, и главное, по мнению краеведа, сохранить его уникальность. Очень многим жителям города Благовещенска нашего времени нравился Первомайский парк больше, чем городской. Именно потому, что здесь было как бы чуть меньше цивилизации. Он был более такой дикий, у него было больше деревьев. Ведь в городском парке нет такого количества деревьев. С той же девушкой, если ты хочешь побыть наедине, ну, что в городском парке? А ты здесь придешь, сядешь на лавочку, где-то в зеленом уголочке, и поговоришь. Прежними с того времени остались, пожалуй, деревья, несколько скульптур и дамба, построенной в период крупного наводнения 1958 года, подмечает Анатолий Васильевич. В Первомайском парке вырос он сам, его дети. Здесь гулял с внучкой, теперь с правнучкой. История парка продолжается. Наталья Кравченко, Максим Яценко, программа «Город». Праздник, который тоже войдет в историю, прошел 16 апреля на Спартаке. Там среди благовещенцев гулял и бурый мишка, и чемпионы ГТО, и парни с гармонием. Так, в амурской столице встретили экватор экологической и с этого года гуманитарной акции «Берегу город, Россию, мир». На трибунах собрались больше двух с половиной тысяч человек. Сердце из триколора, патриотические песни и море улыбок. Давайте вместе вспомним, как это было. Славься, Отечество! Мы пришли на сегодняшний концерт с моей подругой. Мы решили поддержать в первую очередь наших воинов, участвующих в спецоперации на Украине. Я могу сказать за себя, что мне не думать об этом нельзя и не помнить об этом не вправе я. Я должна быть там, где вся страна. И пусть этот вклад будет не такой значительный, как кому-то может показаться, но главное, что я его сделала. В первую очередь надо проводить мероприятие для наших детей, показывать, что есть родина, которую нужно защищать. Показывать, что где они растут, что они граждане России, что нужно всегда быть готовым защищать свою родину. А эти мероприятия, они дают и рассказывают о действительности радостно, что начинаются патриотические мероприятия находиться. Не только спортивные, но и еще мероприятия, которые начинают коллаборация. Спорт, культура, ну и самое главное, семейные ценности. Мы собрали это практически до 2,5 недели. Собирали мы макулатуру, родители наши, конечно же, активные участники, без них мы никуда. Использованы батарейки, то есть аккумуляторы различные. Затем собирали пластиковые крышки. Эта практика у нас не впервой. Мы уже осуществляли такой сбор самостоятельно. И сдали мы 375 килограммов макулатуры. Сегодня именно от нас, буквально от каждого из нас, зависит то, какой будет наша страна. Зависит ее процветание, ее сила и ее независимость. Вместе мы преодолеем любые трудности. Город берегом. Россию берегом. Мир берегом. Ура! На этом наш выпуск завершен. Эфир продолжит рубрика «Город славных людей». В этот раз Кристина Слепцова расскажет историю амурского поэта Леонида Волкова. Я с вами прощаюсь. Еще больше интересных новостей читайте на нашем сайте tvgorod.rf. Всего доброго. Встретимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Как владычица жизни и света, животворной любовью полна, Молодая предвестница лета, согревает природу весна. Кто автор стихов спросила приехавшая в 1887 году в Гачинский сиротский институт императрица Мария Федоровна? Леонид Волков, наш воспитанник, круглый сирота, ответили императрицы. Необходимо посодействовать этому бедному юноше. Рекомендую представить его со всем им написанным поэту Майкову, заключила Мария Федоровна. Часто мне приходится хранить упорное молчание, боясь, что скрытый в сердечной глубине наружу вырвется горячее признание. Услышать сегодня стихи Леонида Волкова – большая редкость и удача. Хотя на рубеже 19-20 столетий на Дальнем Востоке он был едва ли не самым ярким лириком. При этом не только регионального, но и общенационального масштаба. Но в силу идеологических причин погиб за веру царя и самодержавное отечество больше века Волкова почти не вспоминали. Его книги не издавались с 1902 года. Могила на военном кладбище Благовещенска утрачена. Оно уничтожено, стерто полностью с лица земли. Кладбище, на котором, по сути дела, лежали люди, история самого Амурского края, история города Благовещенска. И этих людей нету, никого не осталось. И вот для нас это трагично, наверное, на самом деле. Человек, который заслуживает этой памяти, пройдите по городу Благовещенску, найдите улицу Волкова. Найдите хоть одну мемориальную таблицу. Где жил Волков, никто не знает. Как звали детей, никто не знает. Как звали жену, никто не знает. Об этом нигде не говорится. Историю жизни поэта бережно хранят в музее села Волкова. Оно даже носит его имя. На Дальний Восток Леонид Волков приехал из Санкт-Петербурга. Приехал в Благовещенск, Леонид Петрович стал вольнонаемным казаком. После поступил в Иркутское юнгерское училище. Окончив его, вернулся в Преамурье. Однако поэт разочарованным. Его начинает тяготить пустынность здешних мест, отсутствие общества. Я стал сибиряком, но только не душой. Семь лет прошло с тех пор. И мучаюсь я, поброшенным друзьям, небольная досковь. В целом, немножко жаль человека, то, что он, жизнь у него, скажем так, она была понакатана, все ниже, ниже и ниже. Пусть и не без своих плюсов, нашел все-таки спутницу жизни. Но все равно как-то плохо, что Дальний Восток, конкретно Сибирь, как он и описывал, оставило в основном плохие впечатления у него. Возможно, человек был просто не понят этим местом и сам это место тоже не понял. Но остался здесь навсегда. Леонид Волков участвовал во взятии Сахаляна в 1900 году. Он бросился в атаку впереди всех. На взмыленном коне шашкою наголо. «Вперед!» – крикнул он казакам, заметив одного из неприятелей. И первым пошел в наступление. Замахнулся шашкой на солдата-артиллериста, сидящего на заряженном ящике, и раздался взрыв. Китайц успел взорвать под собой ящик со снарядами. Волной Волкова приподняло в седле и отбросило вместе с лошадью в сторону. Но смерть его была мгновенной. Он не дожил и до 30 лет. Перестаньте играть. Отчаянно популярны были не только стихи Волкова, но и романсы. Они буквально были шлягерами того времени. Современным музыкантам потребовалось больше месяца, чтобы уложить стихотворение автора в музыку. Подлинных нот не сохранилось. В 19 веке не было же ни магнитофонов, ничего. Оно было только через ноты шло. И, может быть, где-то, где-то там в архивах эти ноты затерялись. Было бы интересно действительно услышать аутентичный романс. Тот, который мы сегодня пытаемся сделать, это вот как сквозь толщу веку таких годов, да, истории. Просто вот наша панаития, как это могло быть. Все схоронено здесь, И гурган снеговой Намелись От могилы метель. Игра АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Редактор субтитров А.Семкин